Кустанайский отдел ЖКХ собрал данные о работе перевозчиков и платежах пассажиров в пилотном режиме в течение трех месяцев. Каждые четыре с небольшим недели автобусы перевозили около миллиона пассажиров, плюс-минус. Большинство, примерно 900 тысяч человек, оплачивали проезд наличными. Но количество безналичных платежей от месяца к месяцу, по словам начальника отдела ЖКХ, росло и в январе этого года достигло наибольших показателей. За этот месяц общественным транспортом воспользовались 1 миллион 204 тысячи 910 человек. Хотелось бы отметить, наличные оплаты, платежи у нас упали в этом месяце. 950 тысяч человек мы оплатили наличными. Транспортными картами оплатили 115 тысяч 986 человек. Банковскими картами у нас выросло на 113 тысяч 8 человек. Соответственно, в три раза, в два с половиной раза выросло банковские карты. СМСками оплатили 46 человек, как и месяцем ранее. А вот оплата через мобильное приложение, к чему, как сказал начальник отдела ЖКХ, они и шли, выросла в 10 раз. Если у нас в декабре месяце было 2,5 тысячи народу, в январе месяце оно выросло до 25 тысяч 668 человек. По словам Новосбая Мусина, такие результаты – это итог большой планомерной разъяснительной работы. А благодаря тому, что в автобусах Кустаная устанавливаются не валидаторы, а посттерминалы, вариантов платежей у кустанайских пассажиров сразу несколько. Система работает в шести направлениях, как мы сказали. Как и оплата наличными, как и автобусными картами, как и картами банка второго уровня, СМС-оплата, НФС, мобильное приложение, QR-код – все это работает. Что касается автобусных карт, то уже, по словам Мусина, 31 тысяча таковых реализовано. В продаже имеется еще 5000 специализированных платежных средств, и до 13 февраля в город должны завести еще 20 тысяч. Правда, специалисты сомневаются в их актуальности, так как другие способы оплаты опережают их по популярности использования. Напомним, что до 1 апреля по льготной цене за наличную оплату смогут ездить в автобусах пенсионеры и дети. Продление сроков для льготников связано с тем, что не все входящие в категорию социально уязвимые слои населения успели получить соответствующие карты оплаты за проезд. Хамзан Руписов, Виталий Луговской, РТН